Это вот как если у вас нога сломана, а вы наклеили пластырь, да, будет ли работать? Ну, на короткий период, да, что-то поможет, замажет, замаскирует и так далее, но на самом деле не решит причину именно на корню. Так вот, если мы говорим про взрослое состояние, когда у нас поднимается инсулин, у нас следом поднимается тестостерон, дегидроцестостерон, и такое страшное название, не пугайтесь сейчас, не падайте в обморок, никогда в себе не держит что-то плохое, он всегда старается это максимально быстро вывести, да, там через разные лимфатические системы. Друзья, всем привет, на связи Панасюк Николай, я вас рад приветствовать на нашем YouTube-канале GetFit, и в этом видео мы с вами поговорим об акне, прыщах, откуда они берутся, что нужно делать, как от них избавиться и многое другое. Поэтому обязательно смотрите это полезное видео до конца, и вы разберетесь в причинах истинных, самое главное, откуда возникают все эти проблемы. Давайте сначала разберем, что такое акне, откуда оно появляется, какая есть причина этому. Во-первых, чтобы вы понимали, всегда я говорил, говорю и буду говорить на разных наших курсах, вебинарах, марафонах, роликах, все остальное, что кожа это всего лишь выделительный орган, то есть это не самостоятельный орган, который сам по себе живет и так далее. То есть все, что происходит у нас на коже, морщины, экзема, прыщи, акне, да, тема сегодняшнего видео, это как раз таки то, что происходит у нас внутри. Никогда сама кожа, она не функционирует и не существует сама по себе. Именно поэтому нам нужно понять, а что же конкретно у нас происходит в организме, что влияет на наш внешний вид. Получается, мазями бессмысленно лечить акне, если у меня идут в испании, я буду мазать, это мне не поможет. Есть такая картинка, недавно увидел, когда такое, знаешь, эскимо белое в шоколаде, оно как бы с орешками, то есть на глазырь посыпано, и то есть ты замазал прыщи, называется девушки, которые замазывают прыщи. Там типа вот эта белая глазурь, сверху орешки, и там видно, что там орешки внутри, но как бы все красиво белой глазурью замазано. Это вот как если у вас нога сломана, а вы наклеили пластырь, да, будет ли работать? Ну, на короткий период, да, что-то поможет, замажет, замаскирует и так далее, но на самом деле не решит причину именно на корню. Конечно же, в первую очередь мы обращаем внимание на что, как вы думаете, это, конечно же, на наше питание, потому что это очень сильно влияет на работу внутренних органов. Я думаю, из того, что мы уже отсняли довольно-таки много интересных роликов на нашем YouTube-канале, вы уже поняли, что наше питание формирует не только наше здоровье, но и наш внешний вид, и она напрямую коррелирует как раз-таки с прыщами, с акмой, угревой сыпью и так далее. Окей, смотрите, я думаю, что вы не раз слышали, что все, что снаружи, это есть внутри, и кожа по факту показывает, какое состояние желудочно-кишечного тракта и какое состояние нашего пищеварения. Так вот, как раз-таки от того, насколько хорошее будет пищеварение, у вас будет хорошая и гладкая кожа, потому что если в кишечнике образуется патогенная флора, а она образуется прежде всего из-за нарушения желчоотделения, нарушения кислотности обработки соляной кислоты нашей еды, то это влияет напрямую на нашу кожу. То есть, как бы, организм пытается всю патогенную флору, которую у нее есть, через сальные железы, через поры вывести наружу, потому что наш организм никогда в себе не держит что-то плохое, он всегда старается это максимально быстро вывести, да, там, через разные лимфатические системы, через скал, через почки, через мочу, через пот и так далее. И вот как раз-таки, если у нас в кишечнике патогенная флора, это все снаружи у нас проявляется в виде акна, углевой сыпи, прыщей и всего остального. И если мы говорим конкретно про продукты, то есть, например, ряд продуктов, которые подкармливают эту патогенную флору. То есть, смотрите, у нас с одной стороны есть проблема нарушения желудочно-кишечного тракта, то есть у нас есть отдельный ролик, если вы пропустили, обязательно его посмотрите. Недавно вышел очень полезный классный ролик про пищеварение, и там я рассказывал, что такое пищеварение и как расщепляется наша еда. И вот как раз-таки одна из самых главных причин, почему возникает эта патогенная флора, которая потом подкармливается этой едой, это нарушение желудочно-кишечного тракта. То есть еда не обработалась всеми ресурсами нашего организма, следовательно, в кишечнике, в самом нижних отделах его пищеварительной системы возникает патогенная флора. И уже сверху, если мы еще и накидываем это продуктами, про которые я сейчас проговорю, это влияет как раз-таки очень сильно на нашу кожу. Поэтому изначально, конечно же, желудочно-кишечный тракт, и потом мы с вами начинаем работать с продуктами. На первом этапе я бы вам рекомендовал бы, конечно же, даже, возможно, не глядя в ваши анализы, потому что это такой очень большой пласт рекомендаций, да, исключить как минимум три продукта. Первый – это все рафинированные сахара, простые сахара. Даже если вам кажется, что вы не едите сахар, вы глубоко ошибаетесь, да, потому что сахар есть абсолютно в каждом сейчас продукте. Нужно просто внимательно смотреть, что вы потребляете, и обращать внимание на состав. Можно ли сейчас питаться полностью без сахара, полностью без рафинировых углеводов? Да, конечно же, можно, и я это очень легко абсолютно делаю. Второй момент – это, конечно же, молочная продукция. Почему молочная продукция? Сейчас на меня накинутся люди, скажут, а вот раньше молоко, творог все ели и все остальное. И даже, ловлю возражения, типа фермерские продукты, они тоже не подходят под эту стезю. Почему? Потому что если у вас есть изменения на уровне кожи, акне, угревой сыпи, прыщей, то я вам рекомендую на этапе восстановления флора кишечника избавиться, убрать на короткий период молочную продукцию, потому что в молочной продукции содержится первая лактоза. Есть прям большая категория людей, у кого есть лактазная недостаточность, но это прям отдельное видео можно снимать. А второй момент – это то, что молоко коровье формата А1, она как раз-таки провоцирует еще больше рост развития патогенной флоры кишечника. Третий продукт, конечно же, это то, что мешает всасываемости полезных питательных веществ – это глютен. Но если брать из этих трех продуктов, то третий имеет меньшую степень влияния на нашу кожу, видит образование прыщей, акне и всего остального. Конечно же, самые первые два – это сахара, простые рафинированные углеводы, хлебобулочные изделия, плюшки, кондитерские, шоколадки, булочки и все остальное. Плюс скрытый сахар в продуктах питания, плюс молочная продукция с коровью и молоком, плюс глютен. Эти все продукты очень сильно влияют на нашу как раз-таки кожу и нашу патогенную флору в нашей кишечнике. Есть такая мода – овсяное молоко, рисовое молоко, еще какое-то молоко. Тоже надо в этом глубоко разбираться, потому что их нужно тоже разделять, потому что овсяное, рисовое молоко – это все то же самое, что и, например, простой сахар. То есть вы просто сахар размешали с водой и выпили. Если уж выбираете из альтернативного молока, то есть кокосовое, миндальное, окей, пожалуйста, можете это выбирать. Конечно же, первостепенно – это образ жизни, это питание, это двигательная активность, минеральные и витаминные дефициты, которые мы с вами ежедневно получаем, если их не восполняем. В последующем это влияет на нашу работу желудочно-кишечного тракта, и только в последующем это влияет на что? Правильно, на наши гормоны, которые тоже являются такой большой охапкой дров, которую мы просто кидаем в костер под названием патогенная флора, развитие прыщей, образованию прыщей, комедонов, угревой сыпи и всего остального. Почему? Давайте приведу простой пример. Если есть изменения на уровне анализов, мы его разбирали на нашем ютуб-канале ранее, который называется инсулинорезистентность. Давайте разбирать, что такое. У нас есть поджелудочная железа, я думаю, вы многие сталкивались, возможно, у вас родственники, родные и близкие поболели диабетом, второй тип, преддиабет и все остальное. Это как раз-таки связано с поджелудочной железой. Самый чувствительный показатель нарушения поджелудочной железы называется, например, инсулин. И вот если инсулин повышается, он за собой тянет гормоны антрогенного характера, такие как тестостерон и дегидротестостерон. Когда активный выплеск происходит, ну, например, подростковый период, да, пубертат, тогда, когда 13-14 лет, активно гормоны, тогда появляются прыщи, это, естественно, влияние наших гормонов на наш организм. Можно ли это уменьшить? 100% можно. Опять же, почистить питание, образ жизни и все остальное. Так вот, если мы говорим про взрослое состояние, когда у нас поднимается инсулин, у нас следом поднимается тестостерон, дегидротестостерон и такое страшное название, не пугайтесь сейчас, не падайте в обморок, 5-альфа-редуктаза. И они, в свою очередь, очень сильно активируют сальные железы и тем самым образуют наши угри, комедоны, прыщи и всего остального. То есть, кожа обрастает такими маленькими черными точками, какими-то, да, прыщами и все остальное. То есть, это еще больше подливает масло в огонь и тем самым образует вот эти все изменения на коже. Именно поэтому мы с вами говорили ранее и посвящали прям отдельную тему ассулинорезистентности, да, там, разбора анализов, все остальное, потому что никогда гормоны сами по себе, они не меняются. Изначально, конечно же, это образ жизни, питания, дефициты, стрессы и все остальное, лекарства какие-то. И уже потом это изменение на уровне поджелудочной железы, яичников, да, увеличение тестостерона, дегидротестостерона и только потом влияние на кожу. Поэтому, если вы хотите зайти с обратной стороны, обмануть систему, да, там, помазать кремами кожу или, например, избавиться от проблем с угревой сыпи через какие-то там чистки, пилинги и все остальное, или обвинять только гормоны и думать, что ничего не изменится в вашей жизни, если вы поменяете питание, то вы глубоко ошибаетесь. Первоначально это, конечно же, питание, движения, дефициты, стрессы и все остальное. Если вы хотите разобраться более глубоко в своих причинах изменения на уровне питания, что делать с питанием, как подобрать питание в зависимости от ваших витаминно-минеральных дефицитов, которые есть в анализах крови, как восстановить пищеварение, что нужно делать, какие ключевые показатели анализов влияют на волосы, на энергетику, на кожу в том числе, вы можете зарегистрироваться на бесплатный трехдневный марафон по анализам, который мы вместе с вами приведем уже совсем скоро. Это будет незабываемых три дня. Обязательно регистрируйтесь, если для вас эта тема важна. Именно в этом марафоне я упаковал в три дня все свои знания, накопленные за последние несколько лет в области фитнеса, нутрициологии и питания. Поэтому регистрируйтесь прямо сейчас. Николай, у меня вопрос. А если я правильно питаюсь, у меня все равно прыщи, с чем это может быть связано? Во-первых, нормализация патогенной флорокишечника, ну в целом флорокишечника это не происходит за неделю. Ну типа люди такие, типа вот я ничего не ем, там недельку не попитаюсь с сахаром, а потом буду есть сахар так же. Нет, ничего не происходит. Глобально, еще раз повторяюсь, вот я всегда говорю одну простую мысль. Вот если человек ее запомнит, для меня это вообще будет победа маленькая на любых мероприятиях, что если у тебя все окей с волосами, все окей с кожей, значит у тебя и внутри все окей. То есть все, что снаружи, все внутри. Если у тебя снаружи есть прыщи, у тебя все равно есть какие-либо изменения внутри. Это прямо напрямую связано. И очень часто я встречаю, например, мужчин, да, нарушение липидного профиля. И вот как раз-таки акне, какие-то угри, вот у них очень активно проявляется, потому что печень желчный, все это работает не совсем корректно, и поэтому это все снаружи. Возвращаясь к твоему вопросу, все равно есть какие-то изменения, 100%. Вот всегда кожа, волосы, это индикатор здоровья не только женщины, да, но и мужчины. У меня вот, допустим, подруга есть, она типа питается правильным, правда она не ест мясо, но у нее кожа на лице, ну и в принципе кожа в плохом состоянии. Она не ест сахар, она не ест мучное, ничего такого не ест. Уже очень долго. И у нее все равно в плохом состоянии кожа. Как ты думаешь, вот приходит там 100 человек, такой эксперимент, и 100 человек как-то, ну они говорят, типа я правильно питаюсь, нормально, сахара нет и все остальное. Как ты думаешь, сколько из них правильно питается на самом деле, ну нормально, адекватно питается? Ну процентов 10, вроде бы. Меньше 1%, реально, мы проводили одну простую статистику. То есть вот я не видел ни одного человека, которое, я просто минус, меньше 1%, потому что я верю в людей, что кто-то реально. Вот есть куча экспериментов насчет того, что люди говорят, я правильно питаюсь и все остальное, на самом деле начинаешь копаться в их рационе, реально прям вот глубоко. И понимаешь, что на самом деле там есть одно, второе, третье. Даже проводили эксперимент, люди закрывали в доме. Сначала первую неделю, там, или две недели, их просили записать, что они едят. А, ты сначала сначала сказать. Они сказали, у них там было что-то на 1500-2000 калорий. Потом их попросили записать на следующий второй этап. То есть там уже было 2500 калорий, то есть количество калорий увеличилось. А потом третий этап был тогда, когда поставили камеры везде и смотрели, сколько они на самом деле едят. И там оказалось около 3-3,5 тысяч калорий. То есть человек сам себе врёт в 3 раза, как минимум. Возвращаясь к вопросу, если есть прыщи, угревая сыпь и все остальное, это вопрос на уровне внутренних органов, питания, нужно копать, и причину всегда можно найти. У меня буквально недавно, 10 лет, женщина мучила с экземами. Вот вопрос кожи, да, экземы, витилигород, зацея, у них одна такая причина. И мы разобрались в питании, нормализовали кислотность. Пожалуйста, всё, 10 лет человек тратил, а сейчас можно было решить за 3,5 месяца. И больше не возвращалось? Да, естественно, ну то есть это процесс небыстрый. Сейчас многие на меня могут напасть, типа молочку, как это ни есть, наши мамы и папы ели, бабушки ели, там типа сахар и всё остальное. Могу ли я сейчас поесть сахар или глютен или молочку? Да, потому что я не говорю, что типа вам нужно на всю жизнь просто избавиться. То есть когда показатели организма всё окей, когда у тебя организм работает окей, печень работает окей, и она легко переварит твою молочку, твой кишечник легко усвоит абсолютно всё и не будет развивать вот эту патогену флоро. А когда человек не двигается, плохо питается, дефициты имеет, там много стресса, какие-то лекарства постоянно потребляет, и потом он пытается восстановить свою там кожу через какие-то пилинги и всё остальное, но это как минимум бессмысленно. Самый главный посыл, который я хочу всегда, абсолютно всегда донести, это то, что на короткий период мы что-то применяем, ну, относительно короткий, короткий это не неделю, да, там 3-6 месяцев до там года полутора-двух, чтобы ты выбрался из этой ямы своей и больше туда никогда не возвращался за счёт простых рекомендаций по питанию, по минимальным дефицитам, по активности и всё остальное. Всё, чудес не надо. Если у вас возникли какие-то ещё дополнительные вопросы, относящиеся к теме кожи, пишите их в комментарии. Самые популярные мы выберем, да, я какие-то прокомментирую и, возможно, даже снимем на это отдельное видео. Любыми сигналами вашего организма ни в коем случае нельзя пренебрегать и обязательно обращайте на них внимание, если вы хотите сохранить красоту, здоровье, молодость, энергичность и хорошее самочувствие. Отслеживайте здоровье кожи, восстанавливайте питание и подписывайтесь на наш YouTube-канал. С вами был Пунасюк Николай, до встречи в следующих видео.